Здесь Путин, и это война, и ничего больше нет. Отказаться от нее невозможно. Куда мы идем, что мы делаем, с чем мы боремся. Заиграть, переговорить, договориться с кем-то. Украина получила 31 танк. Повторяю, 31 танк. На Рейга, на Аденауэр они не похожи. Вообще-то российская коррупция спасла Украину. Перейти с одной стороны фронта на другую сторону фронта. Но эти люди сделали свой выбор по факту. Выбор? А у них есть выбор? Добрый день. Приветствую всех зрителей программы «Вот так» на Белсате. Меня зовут Мария Макарова. И сегодня мы говорим с российским оппозиционным политиком, 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, здравствуйте. Приветствую. В этом году форум «Свободная Россия» проходит в Варшаве и проходит за закрытыми дверями. С чем связаны такие ограничения? Это не совсем форум. Это совет форума и некоторое количество приглашенных экспертов. Мы обсуждаем достаточно важные чувствительные проблемы как взаимодействие с российскими добровольскими батальонами и вообще глобальный вопрос формирования нашей повестки. Это обсуждение лучше вести без посторонних глаз. Другое дело, что все результаты этого обсуждения станут известны. Мы готовим декларацию по итогам, итоговые заявления хотят, скорее, даже похоже на декларацию, потому что там будут определены наши представления о том, что надо делать, как надо делать, необходимости формирования, на самом деле, не просто каких-то небольших групп российских добровольцев, а формирования, на самом деле, корпуса российской армии, которая могла бы стать союзником Украины. Нам кажется, что у нас тот момент, когда надо озвучить те вещи, которые говорятся в кулуарах, и как бы зафиксировать их о необходимости, например, завершения истории Российской империи, о том, что эта война должна стать последней войной Российской империи, о том, как мы видим себе переходный период от вот этой имперской системы управления к нормальному национальному государству. То есть, как часто это бывало, на долю форума «Свободная Россия» выпадает роль такого радикального авангарда. То есть, все эти идеи присутствуют в каком-то неоформленном виде. А мы, в общем, всегда считали своим долгом, гражданским долгом, своим политическим долгом вот это все озвучить, положить на бумагу и, в общем, как бы проложить путь. Форум проходит при этом с 2016 года. Начиналось все это в Вильнюсе. И я помню, что на первые форумы долгое время приезжали российские гражданские и политические активисты изнутри России. И речь шла, прежде всего, о мирном, о гражданском сопротивлении внутри страны. Правильно ли я понимаю, что приоритеты форума и вас, как политика, тоже за прошедшее время изменились? И вы ставите прежде всего на тех россиян, которые воюют на стороне Украины, на территории Украины? Ну, нет, мы не ограничиваем свою работу только теми россиянами, которые воюют на территории Украины. Их, на самом деле, там несколько сотен человек. Это, на самом деле, капля в море. Мы просто говорим о том, что изменение ситуации требует всегда изменения и своей стратегии. На сегодняшний день понятно, что все люди, так или иначе, разделяющие наши взгляды, они, если остались в России, то они в тюрьме. Форум нежелательная организация. Мы все уже прошли быстренько лесенку от инагентов до экстремистов, террористов. Все имеют возбужденные уголовные дела по терроризму, воссозданию террористического сообщества, скорее всего, по госизмене. Ну, я, честно говоря, не очень реагирую на это, потому что я не считаю это власть законной, поэтому они могут делать все, что угодно. Но понятно, что власть российская четко проводит градацию между теми, кто занимается расследованием по коррупции в армии, и теми, кто говорит о смене режима, о вооруженном сопротивлении. Мы должны показывать людям способ реальной борьбы, а не просто собираться и рассказать о том, что мы тут против войны, мы тут против Путина. Реальная борьба – это борьба с оружием в руках? Реальная борьба – это все то, что может привести к краху режима. Кто-то может бороться с оружием в руках, кто-то может бороться за усиление санкций, кто-то может действительно бороться за усиление политической поддержки Украины на Западе. Каждый из нас делает то, что может. Я считаю, что ключевой задачей на сегодняшний день той российской оппозиции, которая хочет смены режима в России, это все-таки заставить западный мир признать необходимость формирования той самой русской матрицы на Западе. Что вы имеете в виду? То, что я называю, в такой иронии, русским Тайванем. То есть возможность для граждан России, которые желают порвать путинским режимом, найти себе место на Западе. То есть формирование русской составляющей антипутинской коалиции. Ну, как была свободная Франция де Голли. То есть у людей, которые сегодня остались в России, должен быть шанс. Мы обязаны им предоставить шанс выбрать сторону. Они могут им не воспользоваться. Но на сегодняшний день граждане России не могут перейти на сторону свободного мира. Подождите, я уточню. То есть вы предлагаете гражданам России, которые находятся в России, уехать на Запад, чтобы бороться с путинским режимом? Или просто уехать. Подписать декларацию соответствующую, которую мы... Кто тогда останется в России? Владимир Путин? Нет. Ну, я думаю, что вы переоцениваете возможности тех, кто уедет. На самом деле, я думаю, что мы говорим все равно про несколько миллионов человек. Но не вдаваясь в цифры, не вдаваясь в какие-то детали конкретные, если сегодня здесь идет война, и у вас есть возможность обратиться к каждому воюющей страны с вами, которые, скорее всего, большое число из них готовы будет перейти на другую сторону, но как можно, в принципе, от такого возможности отказываться? Тем более, что, скорее всего, люди, которые могут воспользоваться возможностью подписать декларацию с тремя базовыми пунктами. На самом деле, их там больше. Война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Вот как бы вот так. Вот суммируем таким образом. Так вот, большинство людей, которые готовы будет это сделать, это люди, которые сегодня делают ракеты, дроны, занимаются финансами, инженерами. То есть, это вот та самая часть российского общества продвинутая, которую Путин заменить не сможет. И заменить может ситуацию признание того, что граждане России, желающие бороться с путинским режимом, а технологически, политически, в военном плане должны получить статус определенного. Это получение необходимого документа, который позволил бы людям как бы перейти с одной стороны фронта на другую сторону фронта. После подписания соответствующих деклараций, по существу как бы разрыва, это не переезд туда-сюда, а разрыва с путинской Россией. Вот представим себе, что в 1942 году у американцев, у англичан была бы возможность предлагать немецким ученым визы бы. Ну, конечно, они предложили. Я когда-то спрашиваю, а в чем проблема сегодня? Удар, который может получить путинская военная машина, если эта система начнет работать, он просто не сопоставим даже с успехами на фронте. Потому что люди, которые могут уехать, я возвращаюсь к этому уже, это как раз те, кто составляют незаменимый резерв путинской экономики. Но это люди, которые десятилетиями или годами работали на Путина, работали как технократы. Десятилетиями, кто уже в возрасте. А те, кто обычно 25-30 лет, кто эти дроны делает сегодня? Но эти люди сделали свой выбор, по факту. Нет, секундочку. Выбор? А у них есть выбор? Какой сегодня выбор у вас, если у вас российский паспорт? Куда вы можете поехать? Миллион человек там, даже, может, больше уехал. Значительная часть вернулась, потому что куда им деваться? Они же ехали в Турцию, в Армению, в Грузию, в Казахстан, в Киргизию, в Таджикистан. Но они не могут там бесконечно оставаться. Попасть в Европу практически невозможно. Кстати, олигархи многие попадают. За деньги, если посмотреть внимательно, депутаты Госдумы, начнем переселять списки. Вот рассказы западу, мы боремся. Значит, по спискам можно смотреть, сколько депутатов Госдумы сегодня. Это военные преступники. Люди, голосовавшие в Госдуме, военные преступники, они продолжают ездить. На самом деле, возможности у тех, у кого есть деньги и связи политические остались. А вот масса людей, которые хотели бы уехать, ну дайте им эту возможность. Не воспользуются другое дело. Но сказать, что у них есть выбор, это нечестно. Я не собираюсь оправдывать того, кто сегодня делает путинские дроны. Хотя, заметьте, они начали улучшать качество и дронов, и ракет. Это кто-то делает, в принципе. Но они работают на войну. Правильно. И это ужасно. Но дайте им возможность работать на войну с другой стороны. Вот когда у них будет выбор, вот тогда вы можете сказать, что они совершают преступление. А сегодня их выбора нет. Вот они сидят там в России. Может быть, они на кухне говорят, ну, хотела бы уехать, но куда уехать? Все закрыто. С паспортом русским никуда не попадешь просто. Дайте им эту возможность. Опять, вот для этого надо поставить стратегическую цель. Победа Украины, поражение Путина, смена режима. Вот то, как было сделано в 43-м году, в январе, в Касабланке, Германии, фашистской Италии и императорской Японии. Вот как была поставлена задача. Не переговоры, а как мы найдем компромисс, а безоговорочная капитуляция. В нашем случае никто Москву убрать не собирается, как бы это уже наше дело будет. Но Украина должна победить и должна восстановить территориальную целостность. И не надо толкать Украину, причем такими совершенно позорными медными, как не давать ей полгода оружия. Парадокс ситуации заключается в том, на сегодняшний день, что Запад гораздо эффективнее выстраивает барьеры на пути любых российских граждан, желающих бороться с Путиным, чем на пути российских олигархов. Например, есть проблема, с которой многие сталкиваются. Неважно, есть ли у вас там второй паспорт, есть ли у вас там вид на жительство. Наличие российского паспорта создает проблемы. Отказаться от него невозможно. Просто вы не можете отказаться, потому что это сложная процедура, которую в России никто делать не будет. Есть успешные примеры, даже в последнее время. Кто-то сумел это сделать, но в массовом порядке сегодня в России это делать не будут. Запад, конечно, не хочет, чтобы Украина проиграла, но Запад совсем не готов к тому, что Украина выиграет и Путин проиграет. Мысль о том, что война идет на уничтожение, что Путин воюет со свободным миром, как он говорит об этом неоднократно, это не я говорю, он говорит, его пропаганда утверждает, что Украина только промежуточный этап войны за передел мира. Так вот, а Запад продолжает делать вид, что он к этой войне отношения не имеет. С чем это связано, на наш взгляд? Это связано, безусловно, с измельчанием калибра западных лидеров, связано с общей расслабленностью западного общества, с трусостью элементарной просто. Но опять, и главное, с отсутствием видения, потому что, в принципе, нужно же понимать, куда мы идем, что мы делаем, с чем мы боремся. Ничего этого даже близко нет. Достаточно посмотреть на Байдена и Шольца, чтобы понять, что по многим причинам эти люди на роль лидеров свободы мира как-то не тянут. На Рейгана и на Аденауэр они не похожи. Времена тоже изменились, но при этом изменилась и российская оппозиция за последнее время, за последние годы. Госдеп США, несмотря на призывы Юлии Навальной, на призывы других оппозиционных политиков, все-таки признал Владимира Путина президентом России и будет говорить именно с ним. Не видите ли вы в этом слабости российской оппозиции, которая за прошедшие годы с 2014-го не смогла убедить Запад в том, что является полноправным партнером, что представляет Россию? На самом деле, российская оппозиция вещь такая, довольно расплывчатая, потому что если сегодня вы посмотрите на российскую оппозицию, то вы можете грубо разделить ее на три части. Одна значительная часть, может быть, самая большая, это те, кто против войны вообще, вообще против Путина, но стоят в стороне от каких-либо действий поддержки Украины и более того, в общем-то, не готовы даже признавать необходимость вообще в целом украинской победы, связанной с восстановлением украинской целостности. Скажем, для них сказать «Крым украинский» это практически невозможно на сегодняшний день. Это большая часть, но это во многом наследие Алексея Навального. Хотя он сам в конце уже как бы... Алексей Навальный все же сильно изменил свои взгляды и говорил о том, что война преступная из тюрьмы. Правильно. 15 пунктов Навального, но я еще раз говорю, это наследие, ведь это он уже написал из тюрьмы, вот как говорится, на исходе трагической своей жизни, в общем, он об этом написал. Мысль о будущем России, там, ну, в принципе, плохой Путин, а вот все остальное надо как-то подремонтировать. То есть, на самом деле, с фундаментом все в порядке, нужен европейский капремонт. Другая часть оппозиции, она делится на тоже на две неравные, как бы, две неравные части. А это те, кто считает, что Украина должна победить, что ключ к изменению в России лежит через украинскую победу. Это кто признает необходимость, необходимость демонтажа Российской империи, то есть, изменение имперского характера, характера управления, вот, значит, и политически Украину поддерживает. Если между вот группой условных сторонников Навального, там, и далее по списку можно там перечислять многих-многих российских политологов, политиков, и Ходорковским и множество, с одной стороны, разногласия у нас стратегический характер, связанный именно с отношением к победе Украины, к восстановлению территориальной целостности и к будущему России, мы считаем демонтаж империи ключевым фактором, то разногласия внутри нашей, как бы, они носят тактический характер. Мы считаем возможным и необходимым поддерживать вооруженную борьбу, в то время, как, в принципе, скажем, Михаил Борисович и его сторонники считают, что, в общем, от этого надо воздержаться. То есть, вот это, вот это сегодня спектр оппозиции. Взаимодействие нормальное между, скажем, нами и теми, кто не готов сказать Крым украинский и по-прежнему считает, что там будущее России может вполне быть имперским, в подкрашенном виде. На вашем случае, все-таки, с той стороны, тоже были декларации, которые сближают ту сторону, сторону фон борьбы с коррупцией с вами и с Михаилом Хлодорковским. Опять, сближают, еще раз говорю, ну, сближают, если вы считаете, что фильм Певчих сближает, то я, в общем-то, это все-таки другое, это 90-е, это не Крым. В этом фильме отсутствует слово КГБ на самом деле. Это же все равно все часть политического процесса. Ведь фильм не просто так сняли, его сняли с политическим заделом каким-то. Так вот, попытка разобраться, почему мы здесь оказались. Вот там взрывы домов, фактически, это и есть привод Путин-то к власти, 30 секунд через запятую. Поэтому возникают вопросы, для чего этот фильм сняли, кто этот фильм снимал, и поэтому, скажем, вообще сама вся история, ну, можно заниматься сегодня там борьбой с коррупцией. Ну, борьба с коррупцией привела к передрязкам в российской военной верхушке. Посадили там этого Тимура Иванова. Ну, что ж, итогом станет, что российская армия будет более эффективной, будет более эффективно воевать. Вот. Ну, честно говоря, мне кажется, что это, скажем так, небольшое достижение. Как вам Андрей Белоусов на посту министра обороны? Ну, я сразу провел параллель со Шпеером. Это Альберт Шпеер. Это человек очень эффективный, безусловно, и это сигнал к тому, что война будет бесконечной. Он будет полностью модернизировать экономику российскую, как и модернизировать. Переводить его полностью на военные рельсы. То есть, вместо совершенно бессмысленного Шойгу, просто там, ну, как бы, путинского собутыльника. Ну, хотя, Путин, так сказать, не пьет, наверное, просто дружка. Собутыльником он был с другими, в общем-то. В тайгу вместе. Да, 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 да. Вот. Таежный напарник. Так вот, значит, появился дееспособный человек, и там начались уже аресты, как бы, идут. Понятно, что все это, вот ровно про то, что говорит футбайзу с коррупцией. Боремся с коррупцией. Вообще-то, российская коррупция спасла Украину. Так вот, ну, никоим образом коррупцию не поддерживают. Коррупция – это плохая вещь. Только именно российская коррупция спасла Украину от разгрома в первый год и помогает сейчас. Теперь, говоря про Госдеп, вот это есть проблема, на самом деле, что Госдеп продолжает рассматривать сегодня стабильность, в кавычках, в путинской России, как меньшее зло. Почему? Ну, ровно потому, что опять, руководят миром сегодня люди, которые панически боятся брать на себя историческую ответственность. Украина побеждает, Россия проигрывает, а путинский режим разваливается, Китай усиляется. Это люди, живущие в другой просто эпохе, с другим менталитетом. опять, это перелом истории. На переломе истории нужны решения, которые будут менять жизнь поколений. Ну, еще раз на Байдена посмотрите, и на команду, которую он привел, на этих людей. Они в состоянии, это что, это Рузвельт с Черчиллем? Трамп изменит ситуацию? Нет, Трамп, это другая проблема, в принципе, как бы, Трамп тоже не, скажем, далеко не Иезенхауэр, как бы, и тем паче не Рейган. Но, исходя из того, что происходит сегодня, Трамп может оказаться меньшим злом. Потому что Трамп, ну, как сказать, Трамп, вот такой приведен пример, скажем, вот, знаете, там любят в Америке сейчас говорить, что там выбор между Трампом и Байденом, это между там инфарктом и раковой опухолью. Вот, как бы, не самое, конечно, приятное сравнение, но в данном случае, как бы, раковая опухоль разрастается. Вот, Раб Хоблер, опухоль, бездействие, инертность, ну, опять, во многом связано с тем, что Байден, Байден плохо говорит, плохо ходит просто. Как бы, лидер свободного мира не может излучать такую слабость просто. Не говоря о том, что вся американская внешняя политика при Байдене, это политика поражений. Вот бегство из Кабула, вот это, вот это, эти кадры, я думаю, убедили Путина в том, что войну можно начинать. Ну, это смешно, когда Америка бежит от кучки бандитов, основанных Калашникова просто. За талибами, реально ничего не было, кроме нежелания американцев участвовать в мировой политике. Но это опять, это уже идет от Обамы, потом идет Трамп, по разным причинам, потом Байден, и мы получаем ситуацию, в которой Путин, сеть Дзимпинь, иранские муллы, они просто чувствуют себя, просто, они, разнузданы уже. Хотя тоже люди в возрасте, надо сказать, Владимиру Путину 72, если не ошибаюсь, в этом году. это же, на самом деле, как бы, 72, во-первых, все-таки, это не 81. Кроме того, надо же понимать, что разные бывают. Байден, 81 Байдена, это, там, Пелозис старше него, но она, там, она бегает, там, что-то, люди просто выдыхаются, просто. Байден явно, явно не в состоянии, там, нормально функционировать, там, на гораздо, гораздо менее важной должности, чем, чем президент Соединенных Штатов. И опять, это же еще связано с принятием решения. Вот даже если мы вспомним биографию Байдена, 36 лет в Сенате. Сенатор, это человек, который не принимает решения. Задача его, там, заиграть, переговорить, договориться с кем-то. Вот, вот это и вся философия сегодня, о том, как, 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 как договориться. И проблема, что каждая, каждая уступка, она, она делает следующий, и виток противостояния, более жестким. А у вас есть ощущение, что Запад сейчас, в том числе США и Евросоюз, сдают Украину, в каком-то смысле, пытаются склонить все-таки Украину, на фоне поражения украинской армии, как бы ни было, к переговорам Кремлю? Ощущения у меня нет, у меня есть в этом уверенность, просто, как мы в Польше находимся, поэтому можно уместно вспомнить Станисло Ежелец, некрасиво подозревать, когда уверен. А Запад им занимается с самого начала, точнее, нет, даже не с самого начала, он начал заниматься это до этого, то есть, попытка сдать Украину предпринималась администрацией Байдена еще до нападения, полномасштабного. Первая встреча в Женеве, которая между Байденом и Путиным, она была не совсем, ну, как бы, не только про Украину. Вот этот миф, это ложь американской пропаганды, что это была встреча администрации, в данном случае, там нет министерства пропаганды, слава богу. Так вот, что это была встреча про Украину, это была часть правды. Это была попытка дойти такой общий договор, в который включен была Украина, иранская проблема, их очень волновало, как Россия будет помогать с Ираном, потому что надо было дать Ирану возможность, как говорится, продолжать свои там работы, то есть, чтобы не сделать атомную бомбу. Это зеленая повестка, которая была очень важна. Вот, понимаете, администрация Байдена в начале своего функционирования постоянно упирала на то, что с диктаторами можно договариваться, если они будут делать уступки по этим зеленым программам. Конечно, хорошо, 10-20-30 лет вперед смотреть, только вот сейчас, люди гибнут сейчас, а не через 10-20 лет. И после этой встречи они попытались провести еще две встречи с Путиным, в онлайне прошли с Байденом, что означает, что, видимо, они почувствовали, что на самом деле Путин сделал иные совершенно выводы из этого. И не случайно американская разведка сказала, что нападение неизбежно, но при этом утверждала, что через 4 дня они возьмут Киев, русские войска. А это еще раз показывает, к чему они готовились. И Зеленскому предлагали не оружие, а самолет, чтобы убежать. То есть Украину уже сдали. И если бы не героизм у украинцев, которые отстояли Киев, то сейчас бы они вели переговоры с Путиным, с кем-то, с Януковичем, Медведчуком, кого там назначили бы. И дальше постоянно, когда возможности были, сентябрь 22 года, на плечах отступающей путинской армии, если бы у них было оружие, они вошли бы уже там не только в Херсон, и в Донецк, и Крым бы взяли уже. И в 23 году, где оружие? В стране, в которой 12 тысяч танков стоит в резерве, в Америке, 3000 в активном использовании, 12 тысяч танков в пустынях стоят, аризонской, калифорнийской. Украина получила 31 танк. Повторяю, 31 танк. Вот вы мне будете рассказывать, что они серьезно хотели победу Украины? Нет, я не рассказываю, я наоборот спрашиваю вас. До сих пор, два с половиной года войны почти прошло, нет полномасштабной войны, нет самолетов. Это что это? Сколько нужно тренировать летчиков? Соотношение снарядов на момент, там вот сейчас, вот наступления России, было 12 к 1. Это западный мир не в состоянии обеспечить снарядами Украину. Северная Корея дает больше снарядов России, чем Германия дает Украине. Это что означает, кроме как явное нежелание вот этих трусливых, так называемых, лидеров западного мира, выполнить свою историческую миссию? Помочь Украине, ну хотя бы выстоять, ну вообще по большому счету победить. Что будет, если Путин выиграет? Мы не знаем, как это может выглядеть. Он закрепится и заморозит, например, войну на границах оккупированных территорий, возьмет Киев, Одессу, Харьков. Вы книжки читали исторические, да? Я историк по образованию. Спасибо за это дополнение. Спасибо. Но что будет дальше на ваш взгляд? Спасибо. Прекрасно. Слава богу, как говорится, можно поговорить. Там все написано в книжках. Более того, не надо даже книжки читать, это пригодится всегда. А достаточно послушать, что они говорят. И все, что они говорят, на самом деле, они обычно выполняют. Путин ведет войну не с Украиной, а со свободным миром. Это война, как я говорю на Западе. Вы не на один ход отстаете от него, она говорит, мы отстаем на один шаг. Вы на две войны отстаете от Путина. Они боятся третьей мировой войны, а Путин ведет уже четвертую мировую войну, потому что третья была холодная война, которая СССР проиграла. И Путин собирается взять на нее реванш. Не потому, что он в военном плане сильнее, а потому, что у него политическая воля, а Запад разлагается. Идеологически, и психологически. Так вот, совершенно очевидно, что он будет делать ровно то же, что он делал после 2014 года. Он будет использовать ресурсы завоеванных территорий для продолжения агрессии. То есть, если он выигрывает войну, упаси боже, в Украине, он начнет переваривать Украину, ее военную промышленность, там уже призыв будет идти, никто не убежит от призыва. Это Украина сегодня там мучается с призывом. Всех призовут и пойдут дальше. Опять, ну, почему я вам скажу про историю, каждый второй танк вермахта, который перешел к границу Польши, был взамен в Чехословакии. Вот и все. То есть, на самом деле, это использование ресурсов завоеванной страны для продолжения агрессии. Путин — это война. И в этом плане назначение Белоусова очень показательно. Это четкий сигнал, что война стала и идеологическим, и экономическим стимулом путинского режима. На самом деле, ему некуда уходить уже больше, потому что любому диктатору нужно как бы подтверждение собственной исторической легитимности. Его легитимность — только война. И эта война будет принимать самые разные формы, но понятно, что он будет двигаться дальше. Ну, также понятно, что на каком-то этапе его остановят. Но ясно, что дальше цена будет расти. Если Запад не сумеет остановить Путина в Украине, а это вообще, ну, постановлю секунду вообще сказать лидерам западного мира, скажем, президент Айзенхау, что у вас будет возможность остановить Украину оружием, и она там перемолит русскую армию. Такого, конечно, не может просто. Вот им была предоставлена возможность оружием, которое было сделано только для того, чтобы остановить советское вторжение в Европу. Вот это оружие было для этого сделано. Просто предоставить его Украине. оно уже старое, потому что уже сделано новое. И вот это оружие, я говорю, просто сейчас собирает пыль в американских складах и в пустынях. Ну, как можно вообще на секунду всерьез обсуждать стратегическое мышление людей, которые продолжают панически бояться вот этой так называемой эскалации. Причем, опять, история в случае того, что страх перед эскалацией гарантирует эскалацию. Ну, что в данном случае можно, конечно, помянуть в Суи Чемберлена за ладье, хотя, честно говоря, я к ним проникаю все больше симпатии, потому что они, по крайней мере, не знали, что будет потом. И более того, они не хотели делать бизнес с Гитлером. Вот Чемберлен, ну, при всех его недостатках, как бы, но у него не было в голове плана вот там газопровод строить Германию и торговать с Гитлером. А здесь же мы же все понимаем. Все же, что западные компании увеличивают свою прибыль. Ну, посмотрим. Вот о какой войне можно говорить, когда Запад применяет пакеты санкций огромные и при этом оставляет кучу лазеек для западных компаний продолжать тот же бизнес. Ну, может, не напрямую через Россию, через Казахстан, через Киргизстан. Ну, то есть, эта война носит, ну, помните, как вот опять по истории. Странная война была там Англия, Франция с Германией вот первый с сентября. Слушайте, говорить об истории это все-таки симптом нашего времени, мне кажется. Мы с вами начали заполнить эту перешенную историю. я просто как бы вообще занимаюсь вообще, как бы для меня история это такое даже больше, чем хобби. Так вот, это не просто сегодня странная война, это война, которая ведется в одностороннем порядке. И Запад, он, в общем, продолжает, я говорю, не на двух, даже на пяти стульях одновременно. И, соответственно, понимаешь, все это расползается. И каждая такая, каждая нерешительность, она просто вдыхает в Путин новую энергию просто. Условия победы и ликвидации путинского режима это, как я понимаю, мотив события, которые сегодня проходят в Варшаве. Как поставить Путину шах и мат? Вы как шахматист. Короткий рецепт. Здесь нет четкого рецепта, нет поваренной книги, которую вы откроете, в принципе, и в этой книге вы там все это прочтете. Есть просто необходимые условия. Условие первое, украинский флаг Севастополя. Вот не будет флага Севастополя, ничего с Путиным не случится. Вот только украинская победа и это опять мы знаем из российской истории. Никаких глобальных перемен в России политических не происходило, пока не было геополитического поражения и военного разгрома. Первая Крымская война середины 19 века и русско-японская война, тупик Первой мировой войны, поражение в Холодной войне и уход из Афганистана. Никаких других методов российская история не предлагает. Значит, мне возражают, говорят, а это не обязательно случится. Не обязательно, но это необходимые условия, чтобы это случилось. Более того, мы же понимаем, путинский режим во многом стоит на инерционной силе мышления российского социума, который поражен этим имперским вирусом. Единственный способ выбить эту дуру имперскую из головы, это зафиксировать в сознании людей, что это кончилось. Только возвращение Крыма в Украину, вот это я говорил, украинский флаг Севастополя, это шанс вот так шоковой терапии. Ёлки-палки, война же. Все, значит, надо думать, что делать дальше. Нужно поставить российское общество перед фактом, российская провинция, вот неизбежно, или любой ценой вернуться в Европу. А это означает, что признать территориальную ценность Украины, выплатить репарации и послать военных преступников. Кого в Гагу, кого самим судить. И тогда получить возможность стать частью евроатлантического сообщества и тем самым защититься от Китая, который в отличие от других стран имеет к России огромные территориальные претензии, там размером всего-навсего в полтора миллиона километров. То есть, это способ, как бы, такой вот, демократия на дефолте. Вот, то есть, просто поставить российское общество перед фактом, что или-или. На самом деле, это есть исторический выбор, который придется сделать. В какой-то мере, опять, извините за аналогию истории, возвращаясь, как говорится, к, там уже в далекий 13 век, выбор Александра Невского. Или с Европой против... Любимый герой Владимир Путин, надо сказать. Ну, естественно. Или, да. То есть, я считаю, мы должны выбрать Европу, в принципе. Тем более, что, как бы, в России сегодня все-таки, ну, уже историческая традиция, которая сложилась, она все-таки европейская. Я думаю, что даже при неприятии каких-то вот демократических ценностей все-таки основная часть российского общества, я думаю, она инстинктивно должна будет отторгнуть вот этот китайский путь, потому что, ну, он явно, ну, я скажем так, он выглядит крайне исторически неаппетитно. Вы верите в то, что россияне массово поддерживают войну? Ну, слово массово, оно требует некоторой здесь классификации. 76, говорят нам, соцопросы. Войну поддерживают? Нет, конечно. Я не думаю, что я думаю. я думаю, что уровень поддержки войны вот такой вот, вот такой кондовый, такой вот-вот-вот жестко за войну там добить, я бы удивился, если он там, ну, процентов 35. Вот я не могу представить себе, что он больше. А те, кто против войны, вот здесь вот, опять по идейным соображениям, вот, в принципе, таких, ну, я думаю, максимум было 15%, сейчас, наверное, стало еще даже меньше, потому что все-таки путинская пропаганда добилась принципиального успеха. Опять возвращаясь к части вот нашей сегодняшнего разговора, они убедили россиян, и тут запад им помог, что это война России против запада. Поэтому очень важно, мне кажется, менять нарратив, что это война свободного мира против путинской России. Вот пока, пока Путин доминирует вот в этом информационном поле с этим нарративом, что Россия против запада, я думаю, что количество людей против войны, как бы эти против режима, оно, опять, оно, это все равно большое, их там миллионы, но это самая маленькая часть. Большинство, я думаю, что это половина общества, может быть, дискомфортно, но, в принципе, ну, что делать? Ну, война идет, ну, мы вынуждены воевать, ну, в принципе, то есть, я думаю, что вот этого подавляющего большинства, как эйфории крымской, уже нет. Тогда главная беда в России в чем сейчас, на ваш взгляд? Ну, в том, что не, общество на самом деле находится, вот, война же вообще создает совершенно нездоровую обстановку, то есть, общество и так больно было уже, но это другое дело, что сейчас эта болезнь приняла уже крайние формы, поэтому, мне кажется, главная проблема, что, ну, у людей нет выбора, на самом деле, необходимо дать им выбор, вот, почему я говорю, что попробуйте, вот, западу, попробуйте дать им выбор, посмотрите, что будет, на самом деле, пока на сегодняшний день, люди знают, есть Путин, и это война, и ничего больше нет, потому что нас нигде не принимают. Последний вопрос, я тут немного позволю себе скопировать Юрия Дудя, но мне кажется, что бы вы сказали, вот, отвечая на этот вопрос, если бы вы оказались сейчас перед Путином, то, что бы вы сказали. Я даже не хочу на эту тему спекулировать, ровно потому что, а, я перед ним не окажусь, б, Путин давно уже вышел из того состояния, в котором он воспринял какие-то слова, безусловно, маньяк-диктатор, в принципе, обладающий абсолютной властью, и, как бы, я думаю, что искренне полагающий, что он демиург, который может решать судьбы людей, может быть, судьбы планеты, в какой-то мере, между прочим, он уже прав, потому что, такие монстры, как Путин, или, там, Гитлер, они же появляются не в одночасье, это результат того, что, ну, складывается очень много факторов, и один из них, что свободный мир, он просто не понимает этой угрозы, вот эта угроза растет, вот этот монстр растет, вот, Гален, а считает, ну, хорошо, мы как-то с ним договоримся, поэтому, я бы считал, что он мог гораздо полезнее провести свое время, чем терять его на попытку разговора с человеком, который давно уже не воспринимает какие-то аргументы. Спасибо большое за эту беседу, Гарри Каспаров, российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам, был гостем программы «Вот так». Если вы посмотрели это интервью в Ютубе, обязательно поставьте лайк, поделитесь своим мнением в комментариях, и подпишитесь на Ютуб-канал «Вот так», а также на другие ресурсы Белсата. Вся ваша активность влияет на то, как быстро распространяется программа «Вот так» в интернете, и ваша поддержка для нас очень важна. С вами была Мария Макарова, до встречи в эфире Белсата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова